На Алтае введен режим ЧАЭС. Засуха, кажется, сделала свое дело. Впрочем, и введение режима сельхозпроизводители просили власти уже давно. На некоторых территориях края последний дождь был в мае. Сейчас со мной в студии Анастасия Дороган. Настя, здравствуй. Привет, Лена. Ну, расскажи, каков масштаб трагедии, ведь именно вот этим словом многие все происходящее и называют. Да, ситуация действительно очень страшная. По факту ЧАЭС вводят в 44 районах, и в половине из них посевом особенно очень тяжело. Собственно, главный показатель того, что чрезвычайную ситуацию пора вводить – осадки, которых не было. Кулундинский район сейчас называют одним из самых пострадавших. Мы связались с местным фермером Анатолием Плоходниковым. Разговор был короткий и удручающий. Конкретно у нас последний дождь был 4 мая. У нас на полях ничего нету. Все засохло. Ситуация ужасная. Сам Анатолий Плоходников, мягко говоря, подавлен среди таких же попавших в экстремальные условия все западные районы от Зминогорского до Хабарского. Там осадка выпала на 50% меньше или того хуже. Сегодня их положение обсудили на заседании краевого правительства. Для примера взяли Локтевский муниципалитет. На 7 тысячах гектаров посевы погибли. Пострадало 81 тысяча гектаров. Это две трети от всех площадей. Уже сейчас фермеры ощущают нехватку кормов. Приходится использовать запасы прошлых лет. И это только начало. Считаю необходимым предусмотреть в 2021 году дополнительную поддержку на приобретение семян. Цифры урожайности, чтобы было понимание. Если в 2019 году в наших районах в среднем урожайность зерновых и зернобобовых культур была от 12 до 17 центров в гектарах в чистом виде, то сегодня прогнозируемая биологическая урожайность просматривается на уровне 7-9 центров в гектарах. А это по сути себестоимость. В итоге губернатор признал ситуацию чрезвычайно. Кстати, последний раз режим ЧС вводили в 2014. Тогда это было связано с очень ранним снегом, когда уборка еще не закончилась. А что касается такого лета, то похоже было в 1997. И по словам специалистов, ущерб был действительно большой. Начать официальную оценку того ущерба, который уже сегодня в видовом варианте просматривается. Надо уже начать взаимодействие с, наверное, банками. Говорить, вероятно, о пролонгации, об отсрочке, о рассрочке исполнения кредитных обязательств, не навредив при этом, естественно, кредитной истории всех наших сельхозтоваропроизводителей. А после стоит обратиться в правительство, надеясь на хотя бы частичное возмещение убытков. Прошлые годы, рассудил Виктор Томенко, помощь мы получали. А что касается года этого, то главный алтайский синоптик Александр Люцигер считает, что сошлось несколько факторов. С апреля наступила жара, осадков было меньше наполовину, а то и больше. Снег ушел в почву, так как зима была теплая и земля не промерзла. Плюс ко всему суховеи, которые еще больше высушивали почву. Кстати, в ближайшее время ожидают дожди. В тех районах, где еще сохраняется более-менее удовлетворительное состояние, он еще может кого-то поддержать эти осадки. Ну а там, где это уже поздно, то, скорее всего, эти осадки могут быть даже уже во вред. Потому что по предварительному прогнозу, который мы получили из Новосибирского гидрометцентра, вся вторая декада будет с осадками. За половину месяца осадков может выпасть даже больше, чем нужно. Этот прогноз, конечно, может поменяться, но эксперты уже говорят о гибели. Гибели урожая в той или иной степени. По предварительным данным Минсельхоза Края, сумма ущерба по прямым понесенным затратам больше полумиллиарда рублей. Размер недополученного урожая почти 7 миллиардов.